Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал о Грузии, Тбилиси, Батуми и других городах. Сегодня хочу попробовать такой новый формат. Снимать то, что я еду сейчас. Мне надо попасть везде в Дегоми. Мы в микрорайон Голдани. Расстояние составляет примерно 5-6 километров до моей точки назначения. И посмотрим, за сколько времени это можно проехать. Заодно покажу вам, какая ситуация и какой трафик сейчас на дороге. И сейчас время 11 часов. Раньше выезжать лучше не стоит, если вам не на работу, потому что будут многочасовые ужасные пробки. Купила специальный держатель для телефона, когда я сама за рулем. И попробую сделать такой ролик. Посмотрим, что у меня получится. Сейчас мы едем по улице Иоанна Петрицы. Это микрорайон Диди Дегоми. Он еще называется районом любви. Этот район начал застраиваться в конце 80-х и начало 90-х годов 20 века. Соответственно, здесь нет хрущевок и, можно сказать, что в Брежневском периоде домов здесь нет. Здесь уже проекты были более современные, с более улучшенной планировкой квартир и пятиэтажных домов, соответственно, здесь в районе нет вообще. Но когда распался Советский Союз, строительство, конечно же, все остановилось. Здесь вот в четвертом квартале третьим был такой недострой этих домов, что люди достраивали их сами. То есть сейчас, по-моему, недостроенных там домов уже нет или их, по-моему, их не снесли, их, по-моему, недостроили. Вот, кто-то жил прямо в этих недостроенных домах на первом и втором этаже, а стоит девятиэтажный дом. Значит, последние этажи пустые, недостроенные, без окон, естественно, без крыши. И вот так вот люди жили. Ну, а сейчас, конечно, вот за последние десять лет этот район развился, развивается вернее, какими-то огромными темпами. Хотела сказать одно советское слово, стахановскими темпами развивается. То есть дома растут прямо каждый год. Новый дом, один заканчивается, сразу живется котлован рядом. Но единственное, что мы живем вот в первом квартале, где были сделаны хорошие, большие, зеленые дворы. А сейчас, конечно, у тех новых домов, у них нет дворов. У них даже там везде асфальт или бетон. Нету ни деревьев, ничего. Дома стоят в упор друг к другу. Так, сейчас он тут на кольце у Бондвела. Так, сейчас он тут на кольце у Бондвела. Так, сейчас мы на улице Белленчини. На этом участке дороги, конечно, пробка просто всегда. Но в это время это еще терпимо. Мне показалось, что у меня не идет запись, но оказывается, она у меня идет. Так, вот здесь хвадин в газе. Ларь 35, а цена, цена на него колеблется. То опускается, вообще была меньше ларьи. То ларь 45 бывает. Ну и сейчас вот ларь 35. Так, мы сейчас стоим на пешеходном светофоре у Макдональдса. Он включается кнопкой. То есть это хоть удобно, что его включают только, когда хотят перейти дорогу. Так, что я хотела сказать, что я вожу машину с 2001 года. То есть уже давно. Ну, в Тбилиси первый год, когда я сюда приехала, у меня машины не было, потому что город совершенно как бы не знаешь. Да и навигаторов в то время не было, как вот сейчас. Любой город приехал и включил навигатор и поехал, как говорится. Вот, ну, в течение года я узнала город, узнала, куда можно ездить с ребенком. И вот через год у меня уже здесь была машина. Ну, что сказать, как многие там вот тут ругают, как люди здесь ездят или что. Ну, я не знаю. Здесь единственное, что побольше скорости, потому что есть участки, где разрешенная скорость 70-80 км в час в городе. Это на набережных, на некоторых мостах. И, соответственно, если прибавить 15 км, то будет скорость 95 уже, при разрешенной 80 км. Ну, конечно, кто приезжает в Тбилиси, вот, туристы, им кажется, что здесь все гоняют как сумасшедшие. Вот, ну, насчет соблюдения правил дорожного движения, ну, не знаю, конечно, правила соблюдаются. Вот, вернее, сейчас их, их всех нас водителей вынуждают соблюдать, потому что в городе очень много камер, очень много бесконтактной полиции, которая просто стоит рядом с тобой в ряду и штрафует тебя, если ты что-то сделал не так. Также и с парковкой. Припарковался не так, просто машина мимо едет и бесконтактно всех штрафует. Вот. Ну, насчет парковки в городе сейчас, как сказать, да, ну, две вида парковки. Это, соответственно, парковка, за которую ты должен платить годовую цену, можно платить за полгода, можно платить за, значит, за год или, по-моему, там еще недели, месяца нет. Вот. Сейчас очень много зональных парковок, то есть, независимо от того, что ты заплачена годовая парковка, и если ты остановился в зоне зональной парковки, то, соответственно, ты должен платить, там уже почасовая стоимость, ты должен платить или через банкомат, который стоит на улице обычно рядом, ну, а так, конечно, лучше платить через программу в телефоне. И это выходит дешевле, потому что там идет минутная оплата, а не часовая. Соответственно, сколько минут ты простоял, если меньше, если меньше часа простоял, то тебя возьмут, соответственно, эту стоимость. И еще там удобно, что 15 минут, если платишься через телефон, то ты можешь учить, что 15 минут без ввода стоишь. Так, мы проехали достаточно быстро, я рассказала, потому что период этого времени не проехал. Удачно. И сейчас нам надо заехать на мост. И, к сожалению, передо мной попал старый грузовик. Так, грузовик, мы объехали. Так, что еще по вождению? Ну, сначала я здесь водила, как я водила у себя в городе. Ну, там у нас, как бы, если так сказать, что не пропускают, если ты приезжаешь со двора, и дорогу более уступают, я бы сказала. Ну, здесь я так же вставала, там, что мне надо выехать со двора. Ну, соответственно, никто никого не пропускал. И мне муж сказал, что надо, короче, вести себя наглее, надо просто начинать движение. Ну, то есть, вот я так же стала себя вести. Единственное, что мне здесь, конечно, вот до сих пор не нравится, что человек стоит припаркованный, спокоен себе на обочине и просто резко трогается с места, начинает движение совершенно без поворотника, без едет там машина или нет по дороге. То есть, я захотел, я поехал. Все. Что там творится вокруг, меня больше не интересует. Ну, вот это всех больше, что напрягает. Что вот это вот какая-то, не знаю, халатность, что ли, или наплевательское отношение к другим участникам дорожного движения. Вот, когда потом я приехала к себе домой, там, летом, в целом, у меня там тоже была машина еще какое-то время. И я еду, и мне, говорит, что ты стала ездить по-другому. Что более речи, более, да, наглее, что ли, и что. Я говорю, я не знаю, уже вот так вот привыкла. И так же уже как будто езжу. Так, скоро мы уже доедем. Я еду в бассейн. Он находится вот на этой улице. У Дани вообще очень много бассейнов. Можно сказать, что по Удани район бассейнов. Вот, и они, что интересно, вот прям их несколько штук, можно сказать, в одном микрорайоне, на одной улице. Прямо несколько бассейнов. Первая часть моего пробного видео такого формата подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч. В следующем видео я буду говорить уже через микрофон, чтобы снизить шум от машины.